Очередь в жилищный отдел протянулась от самого входа в здание. С 9 утра здесь настоящий ажиотаж. Жильцы аварийных домов пришли узнать, где теперь будут жить. Адрес их будущих квартир определяют, как на экзамене, вытягиванием бумажки. Вера Плясова выбирала за маму Валентину Чувашову, четверть века прожившую в деревянной двухэтажке в Затоне. Ну вообще третий этаж достался, мне кажется, в самый раз. Не высоко и не низко. Пятый этаж достался соседям Чувашовых. Петуховы тоже переберутся в новые апартаменты. Из квартиры с удобствами на улице. Очень долго мы шли к этому моменту. Мы прожили в этом доме более 25 лет. Жить невозможно было в нем. После затопления, естественно, даже на пол нельзя встать. Дом на Взлетной 50 еще пахнет краской. Его построили специально для переселенцев из аварийных домов. Скоро сюда заселятся 160 семей со всего города. Некоторые счастливчики сегодня улучшили момент и посмотрели новую жилплощадь. В числе первых порог благоустроенной квартиры на Взлетной 50 переступили Валентина Чувашова с дочерью. Вместо 37 квадратных метров в аварийном жилье у них теперь есть 40 в новостройке. Ну и как? Светлая, правда? Правда. Самое главное, ремонт делать не надо. Строители сдали жилье под ключ. Осталось повесить люстры, шторы, поставить мебель и можно жить. Слава Богу, дожилися. Теперь можно жить. То я хотела умирать, а теперь шумно умирать не надо. В комитете ЖКХ говорят, было непросто добиться того, чтобы площадь новых квартир была равной той, где раньше жили переселенцы. Квартиры в данном доме и вообще по программе переселения граждане получают несколько больше, потому что в том жилье, где они жили, там не было у них удобств, не было туалетов, кухни были общие на весь длинный коридор, там на весь этаж, допустим. Здесь у каждого свои все благоустройства предусмотрено. Второй этап расселения городские власти намерены завершить к концу года. В новостройке должны переехать около 400 семей, собственников ветхого и аварийного жилья. Кроме дома на взлетной, для них достраивается многоэтажка на улице Ускова и еще две на Солнечной Поляне. После большого переезда программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, будет закрыта. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...